Продолжение следует... 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 чтобы смотреть, что происходит с моим телом, чтобы я понимала, что происходит с моим телом и, соответственно, могла на фоне своего тела более качественно вести других людей, которые в этом нуждаются. Вот так бы я сказала. Это не для того, чтобы я кому-то что-то доказала, кому-то что-то рассказала, чтобы мне там поверили. Нет, это не для этого. Вы уже сами решаете, насколько это для вас интересно. Вопрос. Волосы крашу или не крашу? Волосы я не крашу, они у меня выгорают на солнце, вот как выгорают. Я не могу красить волосы, у меня они... Я это чувствую, чувствую неприятно. Не могу красить волосы, ногти я не крашу ни на руках, ни на ногах. Хотя мне нравятся на девочках накрашенные ногти красиво, аккуратно. Но я нет. Так, я бы заказала толстовку от светочки. Как это можно сделать? В топлинке не нашла. В топлинке чуть попозже будет. Мы сейчас, которые толстовки сделали, мы их отправили... Администратор отправила их с ДЭКом на... Чем-то там отправила на Алтай. Насколько я знаю. То есть, если что, мы вам там, конечно же, покажем. Оттуда я проведу... Несомненно, проведу эфир. И покажу все, расскажу. Их можно будет потом более детально посмотреть. И если кому-то интересно, то, конечно же, с огромным удовольствием это все сделаем. Так, возможно ли блокировать фриков при трансляции? Ну, не всегда есть такая возможность. Да пусть я не разговариваю. Чего они вам? Так, сколько спите? Вопрос. Я не заморачиваюсь со сном. Могу сразу же сказать, что сон, он... Он по-разному. То есть, его... Он бывает есть, его бывает нет. Но он не такой, чтобы... Он не длительный. То есть, если есть, то это примерно... Ну, это мелкими какими-то... Мелкими урывками, там, по 10, там, по 30 минут. Вот. Потом можно опять там задремать. Но он уже другой. Я уже вам говорила, что этот сон, он получается другой. Он не как... Ты проваливаешься в какие-то сновидения. Сновидения. Это как стирание грани между явью и сном. То есть, ты можешь с закрытыми глазами видеть, что происходит здесь, и быть в другом мире, где необязательно присутствие твоего физического тела. Вот. И ты и там, и там полностью понимаешь, что с тобой происходит. Так, добрый день. Возможно ли на сухих днях вернуть способность к деторождению, восстановить цикл? В 55 лет. Ну, я не знаю, во сколько в 55, не в 55, но у меня были девочки. Одной девочке ставили бесплодие уже как 10 лет. И она забеременела. Забеременела прям на марафоне. Один из марафонов был. И еще две девочки. У одной восстановился цикл. И одна девочка тоже, она думала, что у нее прям все уже менопауза. И вот она забеременела и вынашивает, родила уже, вернее, здорового малыша. Они с мужем счастливы. Поэтому вот эта вот менопауза, а что такое менопауза? Вот давайте, если не углубляться туда, не уходить в медицинские дебри, то это всего лишь перестройка гормонального, гормонального уровня, гормонального тела на иную, на другую жизнь. И вот если вы не контролируете свое тело, если вы не контролируете свою гормональную систему, если вы не пришли к тому, что вы смогли ее контролировать, или вам захотелось ее контролировать, можете назвать как угодно, то, конечно, она будет решать, что будет происходить в вашем теле. Если вы готовы идти в изменение себя, и вам сразу же, ребят, хочу сказать, в очередной раз, что это нелегко, это не бабочки-цветочки, это не то, что там три дня не поел каши, и все, и ты весь такой, не знаю, там и тело светится, и жопа светится, и все на свете светится. Нет, это не про это. Это что-то, когда ты идешь в другие познания себя, в другие процессы себя, то там ломается все, что было создано до этого. Это перестраивается кровь, и она становится другой вязкости, другой плотности, другой цветности. Это сухожилия начинают, они становятся другими, это начинают сухожилия выкручивать. Кости, меняется костный состав, то есть в тебе меняется все. И это неприятно. Это, знаете, это так проще сказать, это неприятно. Но это не неприятно, это больше, чем неприятно. Это пипец, как больно. Так, у меня опять соскинулось. Так, и еще вот смотрите, очень часто я про что-нибудь говорю, человек все равно понимает в меру того, как он может это понять. И я же ни в каком эфире, я в принципе никогда не даю рекомендации. Я говорю только свое мнение. Вы можете прислушиваться к нему, а можете не прислушиваться. Это всегда ваше право, это всегда ваш выбор. Это всегда то, что вам близко, что вам близко в меру своей видимости, в меру своего образа жизни. И вот когда мне говорите, вы говорите, что нужно понимать тех людей, которые имеют любые иные взгляды и низкие вибрации. Ну, блин, это же уже важность просто распирает. Вот этот человек с низкими вибрациями. А вы с какими вибрациями? Я с какими вибрациями? Вы думаете, что если кто-то там с какими-то высокими вибрациями, то это ой, как круто. Но чтобы стать с какой-либо другой вибрацией, высокой, низкой, все постаётся только в сравнении. И только благодаря тем людям, которых вы считаете, что они на низких вибрациях, только благодаря им вы себя вообще можете осознать, что вы на других вибрациях, на иных. Откуда столько важности, что там что-то за челядь на каких-то низких вибрациях? Зачем вы взяли, что я на высоких вибрациях? Я, может быть, ещё на ниже вибрациях, чем все остальные. И почему вы думаете, что высокие вибрации — это ой, это высокие вибрации? Но когда вы опускаетесь в осознание себя, вы падаете. Куда вы падаете? Высокие вибрации? Да с херали. Это постоянно глубина. Глубина она где? В вашем понимании. Что такое глубина? Это вверху или внизу? Или это просто глубина? Вы глубокий или високовибрационный? Вы чувствуете вибрации? Если вы чувствуете вибрации, как вы можете других осуждать за какие-то другие вибрации, которые не такие, как вы? Вы говорите, значит, человек, который ищет пути к развитию, перестаёт есть трупы животных-существ. Но давайте так. Почему человек, который есть трупы, это плохой, а животные, которые есть трупы, это просто животные? Вы себя не сравниваете с животным, говорите, ну я же не животное. Но зато, когда вы начинаете говорить, ну как мы можем не есть, вот животные же едят. То есть вы себя сравниваете всегда только с тем, с кем вам удобно. И не сравниваете с кем, с кем неудобно. Уберите это суждение, кто на каких вибрациях. Уберите суждение, что нужно человеку есть, что не нужно. Ведь если с этой позиции смотреть, то я должна вообще всех осуждать, какие они неправильные, что они вообще едят. Ведь дерево дало такие плоды, они настолько насыщены красками, цветами, настолько насыщены ароматами, а вы их взяли и употребили. Вы же найдёте для этого оправдание. Так не оправдывайте. Зачем вам оправдываться? Вы оправдываетесь только тогда, чтобы сделать себя хорошим. Да не делайте себя хорошим. Будьте таким, какой вы есть. Никому вы не нужен хороший. И плохой не нужен. Вы нужен только тот, какой вы есть. И всё. Только когда вы являетесь самим собой, только тогда с вами интересно. Только тогда другой человек может быть с тобой, самим собой. Ему не нужно тогда из себя корчить хорошего или какого-то жёсткого, или такого брутального, или, не знаю, там, сексуальной пташечкой. Да просто тогда будет человек с собой. Тебе это с ним станет интересно. Потому что когда человек находится в стадии себя, у него открывается своё видение. И оно ни с чем не сравнимо. Тогда он видит только то, что он видит. Ты этого видеть не можешь. Только тогда тебе с ним становится интересно. Потому что ты через него познаёшь что-то новое. А он через тебя. А если он будет подтягиваться под какой-то критерий, под какую-то рамку хорошести, которую написали, вот хороший человек, вот он вот такой. И он подтягивается под эту рамку, чтобы быть вот хорошим, вот таким вот. А там уже всё, там уже инструкция, какой он должен быть, что он должен есть, как он должен одеваться, как он должен выглядеть, как он должен говорить. Ведь это всё он должен. И он тогда подстраивается, под это должен. Да нахер, блин, этих должников? Их 70% населения. Они все одинаковые. Зачем быть ещё одним таким же должником? По инструкции. Стань собой. Стань таким, какой ты есть. Ни хорошим, ни плохим, ни умным, ни тупым, ни красивым, ни некрасивым. Просто собой. Ты же индивидуальный. Почему ты боишься показать свою индивидуальность? Такого же больше нет ни у кого, кроме тебя. Так зачем же тогда кого-то просто втаптывать в какие-то пределы хорошести? А вот это вот сострадание. Да кому нужно твоё сострадание? Вот скажите, если, например, что-то случилось у какого-то человека, ему что нужно? Ему нужно сострадание, чтобы с ним сострадали, вдвоём сидели? Или ему нужно просто, чтобы ему сказали так, как оно есть? Да, вот это случилось, и это случилось. Но если это случилось, если ты это почувствовал, значит, у тебя есть вот это и вот это. Значит, ты можешь прийти вот к этому и к вот этому. И это будет правда. И тогда он будет видеть свой путь, он будет видеть свою дорогу. Он будет видеть и ощущать, сколько в нём ещё сил. Вот это правильно. Если мы говорим о правильности, это его правильно. А сострадать, вместе сидеть и размазывать сопли, ну и что в это к чему-то придёт? Что ты будешь хорошим, такой весь сострадательный. Чтобы что? Ведь посмотрите, на что это сострадательность. Сострадание, если из позиции того, что кому-то помочь, но это нужно помочь, тогда опять же, из состояния чего? Из состояния поддержания в силе или в слабости. Ведь очень часто бывают люди, особенно родители, я как родитель могу вам сказать, как мы хотим своих деточек от всего уберечь, денежки дать, это дать, квартирку купить, жопку помыть, носочки погладить, трусики накрахмалить, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Вот прям вот это нужно, это нам хочется, потому что мы так, родители часто проявляем свою любовь, но себя иногда осажем, а иногда и нет. Иногда ребёнку даётся всё, а потом говорится, ну блин, что-то как-то, я вот тебе всё дал или дала, а ты вот так вот этим воспользовался. Так ты в чём его поддерживал, в силе или в слабости? И вот когда ты поддерживаешь кого-то в силе, ты только можешь поддержать в силе и в состоянии своей силы. Когда ты говоришь, я тебе это не дам, не потому что я зажопил что-то, а потому что я знаю, что ты это сможешь. Я знаю, что у тебя это получится, потому что ты есть сила, ты есть мощь. и тогда приходят другие результаты. А вот это вот кто на какой вибрации, кто хороший, кто плохой, кто ест, кто не ест, что-то там мясо и ещё там что-то. Ну блин, ребят, да это уже не актуально. Ну какая разница, что он ест. Вы знаете, я на своём пути встречала очень-очень благостных людей, которые не ели это, не пили то, одевались в льняные одежды, вот они не матерились, вот они... Но они такие нудные, такие душные. И вот с ними что-то говоришь, и они тебе приведут миллион цитат из каких-то умнейших книг. Но своего что-то слепить у них не хватает. Они лепят только из того, из тех абзацев, которые запомнили. И нахера он тогда нужен? А есть люди, которые вот он сидит, он там стопочку пропускает каждый день, он ест мясо, он там делает ещё что-то. Но с ним сидишь, разговариваешь и просто упиваешься его речью. И это интереснейший человек. И какая разница, через что его душа проходит топы? Через вот эти вот благостные жевания цветочков или через поедание трупов? Это не через осуждение, как минимум. Как минимум ты должен воспринимать кого-то не через осуждение, а просто факт. Увидь вот это вот его ядро, чем он является, если ты уберёшь вот эту оболочку, что он ест, во что он одет, на чём он ездит. Ну, убери ты это. Загляни туда, кем он является истиной, и ты увидишь то, о чём он говорит. А если ты цепляешься за ту поверхность, которая есть, ну, тогда ты-то кто? Ты-то кто, который видит только эту поверхность? Ты-то ведь такой же. Ты дальше не ушёл. Ты можешь услышать или увидеть только то, чем ты являешься. Ты не можешь увидеть или услышать высоковибрационных людей, по твоему пониманию, потому что ты сам, недорос, ты не услышишь, ты не считаешь эти вибрации. И тебя будут только окружать те, которых ты можешь считать, которых ты можешь услышать. Всё остальное это не твой уровень. И ты, и я. Я же и о себе в первую очередь говорю. И поэтому, когда мы начинаем осуждать и вешать ярлыки, как он одет, чем он питается, как он разговаривает, где он живёт, с кем он спит, то за этими ярлыками мы не видим саму суть того, что есть. Зачем это? Светлана, вы так и не ответили на вопрос девушки. Чем же заменить образовавшуюся брешь, которую ранее занимала готовка еды, мойка к кухонной утвари и в ментальном значении ежедневное наслаждение вкусами? У меня 59 лет, у самой давно стоит эта задача, уйти от стола. Даже сомнений нет, что это спасение, так как более 25 лет в теме, но не хватает от какого-то парламента, чтобы окончательно сделать рывок. Чем заполнить, если особо ничего уже неинтересно, так как всё было, а на сокровенное тупо бабок нет, кругосветное путешествие, например. Ничем не заполнить, есть, вам только есть. Вот как бы обидно это не было, ребят, да вы никогда не уйдёте, вы идёте в состояние неедения. Чтобы что? Вы идите к другим состояниям. Если вас ничего не интересует, так зачем же вам продлять жизнь, если вас она в принципе не интересует? Зачем? Зачем вам улучшать качество жизни, если вы даже вот с таким качеством ничего сделать не можете? Это знаете, когда в гараже стоит и ты не пользуешься, я не знаю, какая-нибудь машинёшка еле двигающаяся и ты никуда на ней не ездишь и ты такой я пойду куплю себе крутую машину ну какую-нибудь там. Зачем? Если ты этой не пользуешься, зачем ты будешь покупать крутую? А, это я не пользуюсь, потому что она плохая, а вот крутую куплю, тогда буду пользоваться. Так не работает. Вы начните только, вы начните быть для себя интересным, вы начните отдавать, вы начните делать то, от чего вы будете кайфовать сам по себе, тогда у вас начнёт прицепляться. А, вот это вот он делает вот так, вот это вот он раздает, вот это, чтобы он ещё больше раздавал, ему ещё нужно больше дать. А так, что я хочу уйти от готовки, блин, ребят, ну вы меня простите, ну уйди от готовки, ну если ты не хочешь готовить, ну не готовь, ну если ты не хочешь мыть кухонную отварь, но не мой. А если ты это делаешь, значит ты недостаточно мотивировал себя, чтобы это не сделать. Тебя никто не мотивирует. Вы почему ждёте каких-то волшебных таблеток от кого-то? Я не могу справиться, а вот ты, вот ты же гуру, да? Давай, рассказывай мне, напиши мне инструкцию, и я сейчас её буду выполнять. А если она не поможет мне, то ты не гуру. Вот так вот вы почему-то думаете, что это гуру для вас, только вы сами, а всё остальное только люди, которые делятся своим опытом. А вы просто можете посмотреть, что, блин, вот у того так было, у того так было, а я-то чем хуже, у меня-то почему должно быть что-то меньше, я-то ничем не хуже, у меня, и я, я так полагаю, что у меня ещё должно быть больше, потому что я хочу большего. Вот он захотел это, он это получил, а я хочу вот это. Почему я не могу это получить? Почему вы так не размышляете? Почему вы размышляете, что вам обязательно кто-то должен сказать, а чем это заменить? Чем одно заменить другое? Да ничем не заменить. Почему что-то должно быть заменено? Почему нет, почему должна быть обязательно, если вы не в этой комнате, то вы должны быть в этой комнате? А почему вы вообще не должны быть, не можете быть ни в какой комнате? Почему вы не можете изначально посмотреть шире, что вообще жизнь не заключается ни в еде, ни в готовке, ни в каких-то столах? Почему вы думаете, что, например, на кругосветное путешествие нужно тупо бабок, как вы пишете? Бабок, каких бабок, каких? Но вы же можете, вы в своем городе вообще все достопримечательности изучили, в своем городе. Как часто вы ходите в музеи, сколько в вашем городе безоплатных музеев, выставок, вы все на них сходили? Вы вообще куда-то себя водите, вы вообще что-то делаете хотя бы в своем городе, чтобы вам вообще вы сами себе сказали, но я в своем городе уже все просмотрела, я в своем городе везде уже сходила, сейчас хочу вот здесь, в соседний город поехать. Вы в своем городе ничего не сделали, зато сейчас насмотрелись вот этих вот роликов, рилсов, ой, я сейчас хочу в Италию, там еще куда-то, на Лазурные берега, еще куда-то, вот туда вот я поехать не могу, поэтому я буду сидеть у себя в Мухосранске. Да не так это работает. Начните делать, просто делать, и делать вот с того, что вы имеете. По-другому не будет. Так, ребятки, сейчас я почитаю вопросы. Намасте. Да, ребят, ставим лайки, если не жалко. Лягушки запивают, да, лягушки, ну у меня как всегда, лягушечки, да. Я видела, ты видела видео, которое протыкал тело насквозь рапирами 20 лет назад. Да, я видела это видео, я могу вам сказать, ребят, немножко больше, что действительно есть такие люди, есть такие учения, есть такие, так скажем, спецотряды, в которых служат люди, которых натаскивают, давайте такое грубое слово, определенным навыком. Да что он все время у меня летает? Которых натаскивают определенным навыком. То есть он не такой родился, а им дошлое тело. Тело состоит из того же, из чего состоит все вокруг. Поэтому вы можете умереть от пули, а можете пропустить пулю через свое тело. Это все зависит от вас, насколько вы готовы войти в то, либо в другое состояние. Как выровнять самому себе небольшое искривление носа после... Да что мне все время съезжает? После удара лет 20 назад, просто выровнять. Ну, ребят, вы у меня такие вопросы, как выровнять? Выровнять можно, как выровнять? Смотрите, сегодня у меня завершился один из марафонов, с которыми мы с ребятами, ребята у меня шли в сухие 7 дней. Вот, и как раз мы с ними разговаривали на ту тему. То есть, смотрите, наши внутренние органы. Наши внутренние органы. Если что-то происходит с миром извне, кто-то у тебя вызвал какую-то реакцию, какие-то делания, кто-то или что-то, какая-то ситуация, неважно, у тебя это отразилось на каком-то внутреннем органе. Внутренний орган дал посыл к голову, что у меня там болит печень, почка, селезенка, там еще что-то. И голова уже начинает так, болит вот это, обратно возвращается, болит вот это, значит, вот сюда вот. То есть, вот такой вот посыл, да, идет. Потому что ты так увидеть сразу же не смог по каким-то причинам, ну, чаще всего по незнанию еще своего тела. То ты увидел вот так. Голова работает как вот так работает из внутренних органов в голову, так и из головы во внутренние органы. То есть, как ты можешь дать сюда импульс, так и обратно. То есть, смотрите, у меня сегодня была такая сессия с девочкой. У нее больной желчный. Больной желчный в какой... Желчный, печень, у нее непроходимость. То есть, она уже достаточно давно сидит на медикаментозном лечении, и ее хотят уже сажать на гормональную терапию. То есть, не проходят вот эти вот желчные оттоки, не проходят без лекарств, никак не может. И у нее из-за этого идет весь сбой всего аппарата внутри. И мы с ней сегодня разбирали как раз вот это состояние, когда не ты отсюда начинаешь, а отсюда начинаешь давать сигнал печени. И я ее ввела в такое легкое трансовое состояние, когда мы из головы вернулись в печень, начали там ковыряться. А что у нас было? А что случилось? А почему такая реакция? А почему не открывается вот этот канал? Почему не открывается у нас вот это? Почему? И мы через голову прочистили печень и желчевыводящие пути. И у нас закончилась с ней сессия, она побежала в туалет. Она побежала в туалет, и потом она мне позвонила рыдая. Она говорит, я хотела дождаться, пока я прорыдаюсь, но я не могу остановиться. Рыдаю, говорит, от счастья. Полчаса просидела в туалете, говорит, из меня столько всего вышло, в том числе вот это вот всё с желчью. Это, говорит, всё видно было прям. И у меня, говорит, настолько давно не было, говорит, у меня, говорит, переполняет такое счастье, говорит, у меня такое облегчение, что я давно этого не испытывала. Я давно этого не чувствовала, не слышала. И от таблеток у меня было прямо угнетение всей нервной системы. И сейчас она поняла, как с этим… Она поняла, она почувствовала, она это сделала, как через голову работать со своими внутренними органами. И я ей после этого уже не нужна, и это прекрасно. То есть я могу, если у неё там что-то нужно будет, что я с огромным удовольствием ещё что-то подскажу. Но в принципе, это всё в тебе закольцовано, просто понять, как это работает. И когда мы говорим в том числе об искривлении носа, это нужно посмотреть, а тебе его выровнять, чтобы что? Как у тебя изменится жизнь, если ты его выровняешь? Как у тебя изменится восприятие мира, если ты его выровняешь? Вот эти все моменты ты для себя реши, насколько это тебе нужно, или тебе это нужно просто потому что, чтобы было, чтобы было пряменько. И только после этого ты уже начинай себе понимать, что у тебя это есть. Света, у тебя ещё остались привязки? Дети. Дети мои привязки. Меня не привязывает ни место. Я могу поехать хоть куда. Я могу с собой, в принципе, ничего не брать. Не знаю, там купальник, в штанах поехать, повязать рубашку, кофту какую-нибудь. Нет, нет страха от того, что не будет сотовой связи, не будет денег, не будет ещё что-то. Нет вообще этого. Единственное, что у меня ещё есть ответственность за своих несовершеннолетних детей, вот это есть. А всё остальное? Здравствуйте, Светлана. О чём говорит заболевание крови, рак костного мозга? Можно ли это вылечить лечебным голоданием? Какую траву пить, чтобы кровь не сгущалась на сухих днях? Кровь нормализуется с гвоздикой, во-первых. Можно ли вылечить рак? Рак можно вылечить. Нужно понимание, для чего, почему вам так удобен этот рак. Нужно понимание, какие вы плюшки в этом получаете. Если вы сейчас скажете, что нет, никаких не получаете, значит, вы ещё не пошли в это. Нужно чётко понимать, что для вас является ваше заболевание. Найти все прелести того, что вы в нём испытываете. Потому что если вы говорите, что я ничего не испытываю, это только лишь говорит о том, что вы не хотите туда идти. Вы не хотите увидеть очевидного. И когда вы начинаете видеть, для чего вам это, тогда вы можете это и убрать. И это однозначно. Так, на бусте не проходит оплата. Напишите администратору, он всё поправит. Все контакты есть под видео, ребят, всегда. Да, Мурат, твои сообщения видно. Ой, опять куда-то пролисталась. Извините, не знаю ваш путь, что вы думаете о процессе Джаз Мухин. Я не знаю её процессов, ничего не могу сказать, не думаю. Считаете ли вы, что у каждого переход происходит индивидуально? Но он происходит, конечно, индивидуально. У каждого есть свои нюансы. Но в любом случае, какие-то шаблонные моменты, они всё равно есть. Но я, например, ни я не проходила его легко. Ни мои ребята, которые выходят на иной образ жизни, они не проходят его легко. У них это, ну, это, представляете, полностью перестройка всего гормонального фона. Перестройка мышечной структуры, перестройка костного каркаса. Сухожилия начинают по-другому тянуться. То есть, ну, это болезненный процесс. Прям болезненный. Вот я смотрю себя, где я веду эфир, смотрю, читаю, где я читаю комментарии, и там два разных человека. И почему-то всё время, видимо, свет так у меня отражается, да, и всё время какая-то как будто перекушена на одно лицо. Ну, ладно, на одну сторону. Да, и такой я тоже могу быть. А как же кон мироздания? Не пожелаете ничего никому, чего не пожелал бы себе? Чего не пожелал бы себе? А что есть-то кроме тебя? Светик, фраза звучит так. Каждый понимает в меру своей распущенности. Да. С кем поведёшься, так тебе и надо, да, Серёж? Я вот задумал автономить, поскольку времени на проекты не хватает. Здорово. Через каждого из нас Бог познаёт себя. Личность — это иллюзия. Вопросы задаются больше для принятия на соответствие правильности понимания. От осознания, что человек может годами не есть, не пить, крышу сносит. Особенно у медика. Слушай и не могу вместить. Ой, ребята, у меня знаете сколько медиков? У меня, наверное, ну, процентов 60 — это медики, психологи, психоаналитики. Да, и на сегодняшний день вот то обследование, которое я прохожу, естественно, там профессора, врачи достаточно опытные, с огромным багажом знания, которые просто настолько это интересно трактуют, настолько трактуют это с иной точки зрения, никак общепринятые, и я могу сказать больше, что таких людей достаточно много, и врачи, которые длительное время в медицине, в такой поглубинных, уже вот профессоры, там из аппарата президента, там ещё что-то, то для них это вообще не секрет. Это, не знаю, такое ощущение, что это просто отгораживают, отгораживают от истинности, чтобы у человека просто не сорвало крышу. Потому что то, что происходит, то, что есть, то, что нам дано, это настолько, настолько много и настолько мало знает человек. И вот когда я ему говорю, что он первым делом это выносит, как Кейт, вроде какая ерунда какая-то. Я поэтому всегда говорю, не надо мне верить, пробуйте на себе, это всё доступно, это всё в доступе. И я максимум, что я могу рассказать в эфирах, я это максимум рассказываю, что не могу рассказать, то я это говорю на марафонах, я это говорю в закрытом клубе, ну и, конечно же, я говорю это на ретритах. Но на ретритах я не только говорю, а полностью сразу же тынс и под крылышко, чтобы уже никакая вибрация никуда не пошла. И они начинают вариться в моём поле, и там уже срыва ноль. Хочешь ты, не хочешь, тебя всё равно перепрошьёт. Здравствуйте. У меня был опыт такой, когда я ходила по улице, внезапно исчезла вес тела. Это физическое ощущение, я как сознание чувствовала себя на воздухе. Если мы сознание, то для чего есть аватар? Аватар есть для того, чтобы получить определённый опыт через тело, через чувствование. То есть то, что я есть сознание, душа, можете назвать как хотите. Это же чувствование, глубинное чувствование пространства. А ощущения, эмоции ты никогда не познаешь через... Ты это можешь познать только через тело. И когда ты через тело познаёшь эту плотность, то ты можешь идти дальше, можешь выйти из того, что тебя сковывает. То есть тело — это ограничитель определённый. Ничего не перекошено, всё топ-топ. Ночь спит, а Светочка светится в ночь. Ой, спасибо тебе огромное. Светочка, скажи, пожалуйста, а толстовки будут в доступе с логотипом Лафа? Да, ребятки, будут, конечно же. Посмотрим. Я ещё их в конечном варианте, если честно, я ещё с ума не видела. Приеду на Алтай, посмотрю, вам всё покажу, проведём эфир, всё расскажу. От неверой полноценной автономии вынужден пока принять путь таблеток на пожизненной основе, так как поставлен диагноз ВИЧ, и от голодания будет только увеличиваться, к сожалению, нагрузка. А почему ты хочешь выбирать либо одно, либо другое? Почему ты не хочешь, не бросая таблеток, пойти, например, на другие типы питания, на малое, на редкое, на каскадное. Вообще посмотреть, потому что ты же будешь сдавать анализы, насколько я помню, сдаёте вы раз, в зависимости от палочек, сдаёте примерно раз в два-три месяца. И у тебя есть огромная возможность отследить, как твоё тело будет реагировать на то или на другое. Не отказываться пока от таблеток. Я же тоже, когда переходила, я не могла спрыгнуть сразу же с той же гормональной терапии. Я понимала, что я задохнусь, и всё, у меня не пройдёт воздух. Но я начинала потихонечку, потому что я знала, что по-другому я точно-точно не выживу. Не обязательно же сразу же всё бросать. Можно же постепенно смотреть, как твоё тело будет на то-то реагировать, либо на то. Пробовал пару раз сухие дни, пока хватило на полтора дня. Зачем интересную просто? Но первое, с чем столкнулся, вес падает. Чувствую себя в таком состоянии некомфортно. Можно здесь какой-нибудь совет. Ребят, как только вы начнёте практиковать, первые дни у вас будет падать вес. А без этого никак. То есть в любом случае вашему телу нужно как-то обнулять ваши программы. И обнулять ваши программы он будет в первую очередь через вес. Другого не будет. И только потом, когда придётся сознание, тогда уже вес никак не будет зависеть от съеденного, либо несъеденного. Тогда уже будет вам без разницы, вышли вы на сухие, либо не вышли. У вас будет вес такой, который вам комфортен для вашего тела. А пока это будет обнуляться, пока не придётся сознание, что я, кто я. Светлана, люблю тебя. Спасибо, моя девочка. Ты моё солнышко, ты мой свет. Смотрю каждый твой выход в эфир. Со здоровьем всё очень сложно. Причина выяснена, но в полной мере не осознала. Болезнь прогрессирует. Людочка, зачем тебе эта болезнь? Какие плюшки ты в ней видишь? Почему ты без этой болезни думаешь, что ты не получишь вот это внимание? Почему ты думаешь, что без этой болезни ты не сможешь себя так любить, холить или лей? Почему ты думаешь, что без этой болезни у тебя жизнь сменится так, к чему ты не готова? Начинай себе признаваться по-честному. Почему ты поставила тело на то, чтобы сменить? Это похоже на такое состояние, что вся одежда у меня уже грязная, порвана. Её проще сменить, чем постирать и зашить. А ты её постирай за шею, а потом решишь, нужно ли тебе её менять, либо ты уже готова будешь без всего идти дальше. Ведь сейчас то, что ты поставила на разрушение своё тело, это не говорит о том, что ты не можешь осознаться и идти дальше без своего тела. Куда ты хочешь сейчас свой ресурс, свои силы потратить? На закрепление своего тела, чтобы оно ещё чуть-чуть, ещё дольше здесь прожило. Либо на осознание себя, чтобы ты чётко понимала, что тебе уже не важно, что ты будешь в этом теле, либо без него ты уже будешь знать, что ты идёшь дальше. Может тебе вот сюда кинуть ресурсы свои, свою мощь, свою силу, своё осознание. Ведь там-то мы точно так же все общаемся, только уже нет вот этого вот барьерчика в виде тела. Когда это не осознаётся, то идёт страх. А может быть, о чём они говорят-то? А как вы докажете, что там есть что-то? Здесь-то мы уже знаем, что мы есть. Вот я вышла на улицу и пообщалась, а тут я выйду из тела, и с кем я буду общаться? Мне говорили, что там только белый свет и больше ничего. Там Божий суд, там ещё что-то, миллион всего, что я читала. Но я там не была, а там просто вот от некоторых людей вот это вот узнала. А как оно будет на самом деле, ну непонятно. А если ты осознаешься, то как ты думаешь? Тебе будет страшно? У тебя будут сомнения того, что есть? У тебя будут сомнения, что ты никуда не уйдёшь? Как ты можешь уйти? Как у тебя может закончиться что-то быть с твоим телом? Может закончиться только у твоего тела. И вот ты сейчас страхом цепляешься за своё тело. А если тебе не страхом, а наоборот расширить себя вне своего тела, то тогда твоё тело скажет, о, всё, мы здесь всё поняли, теперь мы можем быть в теле, а может не в теле. А если ты всё это осознала, всё это поняла, но тебе нужно ещё что-то схватить, какой-то информационный ресурс, чтобы стал твоими знаниями, тогда твоё тело скажет, так, мы ещё живём без боли, без ограничений, ещё вот столько, чтобы ты ещё и вот это познала. Понимаешь, как это работает? С другой стороны начни. Не со стороны тела, а со стороны «я». Найди «я», и тогда «я» решит. Тебе действительно нужно, чтобы тело было в таком состоянии. Или ты пойдёшь без тела, или тело тогда подровняется под «я». А я была на сухих днях каждую неделю, три дня. Начались сильные боли в боку. Сдала анализы и поставили диагноз «рак крови». Рак костного мозга, так как гемоглобин в том числе был понижен. Ну смотри, рак крови поставили же не из-за сухих дней, а, скорее всего, он у тебя уже был, и только на сухих днях ты пошла узнавать, что с тобой, да? И вот это вот получилось. Поэтому я, ребят, говорю, прежде чем начинать новый образ жизни, прежде чем идти в новые состояния, сдайте анализы. Я не говорю, что нужно прям обязательно лечиться кому-то, кто против, например, врачей. Но знать свою отправную точку необходимо. И я могу вам сказать, что я точно, точно так же, как некоторые, я ходила, сдавала анализы. Но я ходила, сдавала анализы, потому что я болела сильно, мне как бы без этого никак нельзя было. Потом у меня был период, когда я перестала болеть, но еще никакие обследования я не начинала делать. Я тоже ходила, сдавала анализы, и мне было интересно, что с моим телом происходит. А сейчас что? А сейчас? А как сейчас? Для меня это было действительно интересно. А сейчас это прям, когда мне еще это раскрывают с научной точки зрения, как это происходит, для меня это вообще как новый космос открывается. На что наше тело вообще способно? Что в нем заложено? Как оно меняется? Что в нем может поменяться абсолютно все? Последние анализы показали, что рака крови нет. Но врач стал запугивать, что болезнь вернется. Но врач, он не запугивает, он страхует себя, он страхует вас, у него такой метод страховки. А вы идите своим путем, который вам по сердцу. Один момент выяснила. Если не ем, уменьшается, ем увеличивается, размножается. Так, это, наверное, про болезнь, да? В 2020 году было 40 дней на воде. Сейчас больше 10 дней не получается уйти, а надо. А кому надо? Если тебе это надо, если ты хочешь идти в новое состояние, иди. А если ты думаешь, что тебе это надо, никогда не дойдешь. Через надо не получается. Такой промежуток проживаю. У меня доброкачественная опухоль. 14 лет. Сейчас прогрессия началась. Но я не лечусь. Мое отношение к жизни проще и с принятием происходящего. Ребят, ну вообще я могу вам сказать, что любое воспаление, любое воспаление, любая опухоль, она может быть только на какой-либо жидкости. На сухой почве, на сухом организме, на сухом ничего, не выживет никакая бактериальная флора. Я хочу жить здесь. Потому что ты не осозналась, ты не видишь, что есть там. А так ты бы не цеплялась за какую-то из жизней. Ты бы могла бы жить и здесь, и там. Всем привет. Вы про что говорите? Мы говорим про все. Света, тебя кусают комары? Они, они, они летают. У меня здесь много мошек. У меня здесь даже сверчки залетают. Просто их не видно. У меня же, видите, у меня же все открытое. Поэтому у меня всякой живности, у меня очень много. Они не кусают, а стараются поцеловать. А, да. Пробуют, получают. Вот видите, сколько их. Вам просто, наверное, не видно. Вот они летают, летают. Свет же у меня, лампочка здесь горит. Они еще на лампочку летят. От мяса отказала в 19-м году. Тогда следила за Светланой и занялась сухим голоданием. В 2023-м осенью объявили диагноз. На полгода прекратила сухие голодания. После таблеток курсы лечения начала сухие в марте 2024-го. При они анализы выровнялись. Признаков болезни не осталось. Да. Внутреннее состояние, что еще много чего предстоит сделать здесь, для большего количества людей. Не могу научиться. Что еще не знаю. Мяса нет в 17-м году. Все, значит, отдавай. Иди на раздачу. Чем больше ты будешь отдавать, тем больше у тебя будет того, что ты можешь отдать. Всегда так работает. Вот, ребят. Скоро нас с вами ждет Алтай. Уже на следующей неделе могу сказать, что в закрытом клубе, как обычно, каждый день часовой эфир будет с ретрита, с Алтая. Ребята будут присоединяться. На Алтае, если кто-то хочет присоединиться, там еще есть у нас, по-моему, два места. Вот. Ну и, конечно же, на Байкал. Ребят присоединяются на Байкал. Тоже есть места. Байкал, Сочи. Пока больше не знаю. В России пока не планирую больше ретриты. Если не кусают, значит, уже едой тело не считается. Они же не едят тело. Они же определенные микроэлементы высасывают из крови. И очень-очень сильно они едят мясоедов. Мясоедов, молочкоедов. Но люди, например, с нулевой группой крови, золотая группа крови, да, которая подходит всем, они их тоже не кусают. Она для них невкусная, не актуальная. Света. После употребления какао состояние похоже на инсульт. Ноги коченеют. Сердце стучит. В мозгах горит. Ты не объяснишь, что происходит в организме. Ну, какао – это вообще такое достаточно… Какао, кофе, оно сильно запускает в гормональную систему. Это прям такой энергетик. Ноги коченеют. Это опять же ноги коченеют. Это от чего ноги коченеют? Это печень, да. Вот у нас конечности почему холодные. Это печень не справляется. Значит, какао, оно вам вообще в принципе не подходит. Не надо. Если оно у вас есть, значит, печень не справляется, значит, печень вообще в принципе нужно почистить. Значит, в ней есть непроходимость. Уже в принципе есть непроходимость. И какао это просто провоцирует. Вот, ребятки. Ну что, присоединяйтесь. И еще у меня сегодня закончился у нас с ребятами семидневный марафон. И некоторые ребята не вышли с дней без еды. Ждут 21 день, чтобы пойти дальше. Еще там сколько у них получится? 21, 31. То есть далеко не все вышли на еду. Не хотят выходить. И мы сделали, что всего лишь 10 человек. И мы идем дальше. Вот там, по-моему, половину набрались. Поэтому, если кто-то хочет, кто хочет, может с нуля идти на 21. Вот, ребята, кто дальше будут продолжать, дальше присоединяться к вам, чтобы идти уже. Сколько у них там получится уже? 30 дней, 40 дней у кого-то. Так что присоединяйтесь. Будет здорово. Так, на сухом хочется сладких жидкостей. Что делать? Сладких жидкостей, что делать? Ну, масло, масло натуральное только возьмите, ваниль. И его вдыхайте. Либо в диффузоре, либо так помазаться с базовым маслом, чтобы от вас пахло ванилью. И тогда сладкого вам не захочется. Это вообще, в принципе, для сладкоежек. Сегодня подумала о том, чтобы задать вам вопрос о раннем диагнозе. И вот случайно увидела ваш прямой вакуир. Вот я задала вопрос благодаря за ответ, Светлана. Благодарю. Все, ребятки. Буду тогда заканчивать. Я вас очень-очень благодарю за вопросы. Надолго не прощаемся. Завтра в закрытом клубе будет эфир про зубы. Про зубы как раз расскажу. Какой зуб? За какой орган отвечает? Какой орган? За что отвечает в этом мире. Я думаю, что будет очень полезно. Ну, кому полезно, тот присоединяйтесь. Все. Всех обняла. Всем спасибо. И надолго не...